Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблема с партнёром, у нас была кое-какая договорённость. Через пару месяцев он признаётся, что эту договорённость не выполнял. Со своей стороны я выполнял. Я ему сказала, что ненавижу враньё и что наша договорённость осталась тоже. Он снова согласился, вчера узнала, что он снова мне соврал и предложил делать то, что было запрещено в условиях. Он не может себя сдерживать, но боится меня потерять. Не знаю, что делать. Мне очень неприятно от того, что он делает. Может, просто не хочет стараться ради отношений. Ну, на мой взгляд, стараться ради отношений довольно сомнительная история, потому что стараться ради отношений означает быть не тем, кто им и есть. разно, как и договорённости могут приносить какую-то пользу тогда, когда они заключаются из реального желания и реальной возможности. в случае, ну вот, в случае, который, точнее, описываете вы, что, по-видимому, какой-то реальной возможности выполнять договорённость у человека нет. И вообще по, ну, по описанию вашему складывается такое впечатление, что человек зависимый. То есть, если он не может себя сдерживать, то это, скорее всего, именно про зависимость. То есть, вот, я могу, естественно, понять, то, что вам неприятно, я могу понять, вот, и то, что вам, ну, вот, враньё, да, вот как вы говорите про враньё, что вам, что вы ненавидите враньё. Другой вопрос заключается в том, и серьёзный достаточно вопрос заключается в том, как вы к этому относитесь. То есть, считаете ли вы это проблемой, что вы ненавидите враньё и что вам неприятно, что он врал? То есть, если вы, например, как-то готовы допустить, что ненависть враньё это чисто ваша проблема, если вы готовы с этим согласиться, то это можно решить. В психотерапии это решает. То есть, это вот ненависть. Ненависть к вранью это история про какую-то потребность, желание себя как-то защитить, вот. Желание как-то себя обезопасить, и, понятное дело, что смотреть в этом случае нужно на то, что, а от чего, от чего конкретно вы себя, ну, пытаетесь защитить. То есть, что в этом смысле вам угрожает, да? Вот, если мы на это обратим внимание, если мы как-то на это будем смотреть, то ситуация, в принципе, может быть разрешена. То есть, это тоже связано именно вот с вашей тревогой, вот, которая у вас есть именно, ну, именно как-то относительно того, что вам могут врать. То есть, тут вот, тут такая история, и это, повторюсь, это, ну, это можно скорректировать. А если вы этого хотите, вот, если же вы как-то считаете, что это не проблема, если вы считаете, что это не является проблемой, и если вы считаете, что молодой человек, ну, например, должен, да, соблюдать, ну, соблюдать должен, должен, ну, скажем так, договоренность, да? Если вы считаете так, то в таком случае, ну, совершенно очевидно, что для него эта задача не является посильной, посильной, особенно, если мы говорим о том, что у него зависимость, а вам он прямо говорит, что не может себя сдерживать. Это действительно так, он действительно не может себя сдерживать, то, что вы воспринимаете это, ну, как-то на свой счет, да? Это, на мой взгляд, серьезная проблема, то, что вы воспринимаете это на свой счет. Потому что, к вам, как, ну, как, к вам, как таковой, это не имеет отношения. Вот, и если вас задевает, если вы ранитесь, ранитесь, ну, если вы ранитесь об этом, да, то, на мой взгляд, скромный, на мой скромный взгляд, решать проблему эту нужно вам, в первую очередь. То есть, я бы вот как-то, наверное, не считал бы, что проблема именно в молодом человеке. У него, конечно, есть, у него, конечно, есть, скажем так, проблемы, да, у него есть, ну, у него есть трудности. Вот, назовем это так, у него есть трудности. Но вопрос заключается в том, хочет ли он их решать, да? Вопрос заключается в том, хочет ли он что-то менять и делает ли что-то реально для этого. Вот. Ну, вот. Пока что я бы, конечно, сказал, что как-то вот вы ставите для него, да, для него, вот такую задачу, которую он выполнить не в силах. Вот. А вы от этого ранитесь, от того, что он выполняет, соответственно, он это видит, что вы ранитесь, испытывает чувство вины и, соответственно, это ввергает его в, ну, в продолжение. Продолжение, скажем так, зависимости, которая у него есть. Вот. Поэтому решать вам, конечно. Вот. Но, в целом, история, история, в которой, вот, присутствуют вот такие договорённости, да, история, где есть, есть попытки, скажем так, человека, ну, человека заставить, да, принудить, значит, ну, каким, ну, каким-то, каким-то действием, вот, для меня выглядит, конечно, немного, немного странным. Вот. Странным и несколько таким, не направленным на самого человека, вот, скажем так. Поэтому я бы здесь в какой-то степени, да, просто посмотрел бы на то, что же я вот чувствую к, ну, вот, к мужчине, да. Вот. И, что я ощущаю к нему. Вот. Просто. Просто что я чувствую. Ну вот, это было бы, на мой взгляд, очень, ну, очень полезно, потому что так вы могли бы для себя как-то вот, понять, увидеть то, как вы, ну, относитесь к человеку, вот, на что вы, ну, направлены в контексте человека. То есть, направлены ли вы на него, допустим, или направлены вы, ну, больше на себя. Вот. Это неплохо, ни в коем случае неплохо, если вы направлены направлены на себя, вот, ни в коем случае неплохо, но, на мой взгляд, просто как-то вот нужно по возможности отдавать себе отсчет в этом, то есть по возможности нужно отдавать себе отсчет в том, ну, на что вы нацелены. по возможности нужно смотреть на то, чего вам хочется. вот. Как мне, ну, как мне, как мне опять же, опять же кажется здесь. А если, если этого не делать, вот, то просто ситуация будет как бы снова и снова повторяться, да, вот, снова и снова вы, ну, по факту будете разочаровываться. Вот. А я не думаю, что это то, чего бы вы хотели. Вот. Поэтому мой ответ вам именно такой будет. Ну, и на всякий случай, на всякий случай, я бы рекомендовал, конечно, как-то изучить тему созависимости вам, чтобы вы увидели, что если ваш партнер от чего-то зависит, да, то вы являетесь созависимым партнером в таком случае. и ничего хорошего из этого, ну, ничего хорошего в этом нет и быть не может, в принципе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью вам, она пригодится. Удачи! Удачи!